В этом творческом сезоне Дворец культуры Тольятти Азота радует зрителей театральными премьерами. Арт-студия Олега Ринге представила тольяттинцам новый спектакль «Школа шутов» или «Как узнать правду» по пьесе известного французского драматурга Ива Жемиака «Месье Амелькар» или «Человек, который платит». И очень символично, что премьера трагикомедии состоялась в Международный день театра. Это уже, получается, третий спектакль в репертуаре Дворца культуры Тольятти Азота. И в месяц, получается, два-три спектакля. Мне кажется, динамика хорошая. Выходим на новый уровень. Будем надеяться, что до конца сезона еще наберем обороты и удивим чем-нибудь наших гостей. В пьесе французского драматурга рассказана история главного героя, который, потеряв веру в людей, решает за деньги приобрести семью. Не будем раскрывать весь сюжет, скажем лишь, что пьеса об одиночестве, о жажде быть нужным и любимым, о том, что настоящее чувство купить нельзя, и реальная жизнь – это не театр и не иллюзия. Режиссер-постановщик спектакля Олег Ринге сам исполняет в пьесе одну из главных ролей. Хотите ли вы обманываться? Насколько? До какой степени? И так далее. Вот это настолько философские вопросы. И вот здесь, в этой постановке, мы пытались эти вопросы для зрителя, как увеличительное стекло, показать под увеличительным стеклом. А дальше пускай делают выводы. У Народной артистки России Натальи Дроздовой в спектакле «Школа шутов» или «Как узнать правду» небольшая, но очень эффектная роль. Участие Натальи Степановны в пьесе – это залог успеха постановки у зрителя. Ой, знаете, два эпизода у меня. Я что-то так рада, что нет вот этой большой ответственности. Но она, конечно, есть, конечно, есть волнение, сильное, но все равно это не главная роль, и поэтому мне нравится это ощущение. Действующих лиц в «Школе шутов» немного – шесть персонажей. Екатерину Ильюк зрители знают как талантливую актрису, а в этом спектакле она раскрылась и как певица, исполнив французский шансон. Финал постановки поразил публику. Зрители, не знавшие пьесы, не могли предугадать неожиданной развязки. Таких спектаклей, конечно, не было, но мне интересна все-таки развязка. Что же будет, а что же будет? Потому что концовка может быть любая, очень даже неожиданная совершенно. Может быть, даже жутковатая. Где-то и заставлять задуматься, вот особенно, когда девушка говорила о любви, и посмеяться тоже можно. При любом удобном случае мы обязательно ходим в театр. Ну, в колесо, правда. Вот хотелось посмотреть, что в туазе показывали. То есть, котики состоят. Очень приятно было посетить премьеру. Мне очень приятно, что в Тазовском нашем дворце работает теперь Дроздова, народная артистка России. Мне нравится тот уровень и та теплота, с которой принимают зрители. И я думаю, что создание таких культурных традиций в городе – это прекрасная вещь. Премьера спектакля «Школа шутов. Или как узнать правду» стала замечательным подарком арт-студии Олега Ринге всем любителям театрального искусства к Международному дню театра. Те, кто не попал на премьеру, смогут увидеть новую постановку в следующий раз. Артисты будут играть трагикомедию каждый месяц.